Пора переходить к инциденции. Какая-то система приведет на полность, какая-то система толщик на полность. И мы хотим доказать вот это неравенство. Количество инциденций не больше, чем С умножить на P в степени 2 третьих, F в степени 2 третьих, плюс P, плюс L. При некоторой константе С, единый для любых систем толщик вибрии. Знаем мы при этом вот эту вот теоретку, что если есть граф, в котором ребер достаточно много, в котором количество ребер больше или равно, чем учетверенное количество вершин, то в таком случае количество пересечений больше или равно, чем V в кубе 3 на 64 вольт партии. Ничего такого, потому что настоящего сложного от нас с вами не потребуется. Есть какие-то там привычки. Мы знаем, что их эрит штука. Отлично. Как-то они там проходят. Может быть, какие-то из них параллельные, может быть, какие-то из них пересекаются. Мы точно знаем, что их количество обозначено тут и есть. Отлично. Некоторые точки у нас выделены и считаются почками. Кстати, запросто может быть, что через одну точку проходит несколько применок. И это даже очень интересно. Замечательно. Вот некоторые точки выделены и количество этих самых точек мы обозначили буквы P. Да? L прижимых. P точек. Количество. Все. Замечательно. А теперь, господа, скажите, пожалуйста, а сколько, в принципе, пересечений может быть у двух прямых? Вообще не на плоскости. Да? Не больше и не больше. Совершенно верно. А значит, у L прямых сколько максимально возможное количество точек-пяти. Число сочетания из L. Пождествен. L на L минус один. Абсолютно верно. Абсолютно верно. L на L минус один попалом. Конечно. L на L минус один попалом. Так вот, господа, это обязательно больше или равно какого числа? P. Для меня L и P, это заданные числа задачи. Понятно, что если мне дали систему, в которой L привыкли, P точек, то, конечно, L на L минус один попалом будет больше или равно P. Но важно другое, ребята. Важно, что я сейчас рассматриваю графки. Смотрите, с какими вершинами. Вот с этими вершинами, которые у меня выделены, которые считаются данными точками. И при этом, если у меня, у меня же не все точки пересечения, например, считаются точками. Если у меня есть вот что-нибудь такое, что не является точкой, то я его считаю тем самым пересечением. На этой картинке, господа, это все у меня, на самом деле, я не совсем правильно сейчас объясняю, потому что как раз эти-то могут и не быть пересечениями. Вот эти-то как раз могут и не быть пересечениями. Почему? Потому что пересечения – это между вершинами графа. Понятно, да? А вот то, что куда-то там убежало, оно, к сожалению, в моей науке, на моей картинке не будет считаться пересечением. И нам с вами с этим сейчас придется что-то думать. Ну, с другой стороны, с другой стороны, все-таки, все-таки, смотрите, граф, в котором плеймершит. Есть такой граф? Есть. В нем давайте подумаем, сколько... Часовое считание из П по два. Нет, 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 не нравится. Вот это мне совсем не нравится. Потому что, когда я сейчас буду говорить о количестве рёбер, мне крайне важно, чтобы я его оценивал через R и L. А R и L? Давайте подумаем. Жизнь, что такое R? P, P. Через P и L. Я все-то... У меня есть эти самые инциденции. Инциденции – это количество отрезков, которые выходят из службы. Понимаете, да? Это количество вот таких вот штук. Отлично. У меня при этом есть граф, у которого вот эта рёбра. Я хочу сейчас вспомнить формулу, которая даёт количество отгробных графов. Формула для самых маленьких, но она важная. Спасибо.